В окружном финале лидеров России собрались 259 человек со всего Урала. На сцену поднялись 27 победителей, из них трое – управленцы с Ямала. Традиционно представители арктического региона показывают высокие результаты. Как минимум у нас губернатор Ямал-Нинского автономного округа, тоже выпускник конкурса «Лидеры России» первого сезона. Поэтому, безусловно, мы на самом деле следим за всеми, а все сильные. Три дня на деловой площадке в Екатеринбурге кипели нешуточные страсти. Конкурсанты решали сложные управленческие задачи, делились опытом, создавали команды единомышленников. У нас на самом деле очень сильная и разноплановая команда. То есть у нас есть и представители органов власти, именно субъекта, то есть всего Ямала-Нинского автономного округа. У нас есть представители муниципалитетов и есть представители основной, наверное, отрасли для округа ТЭК. Очень сильные участники. Это люди не просто здесь оказавшиеся, это люди с учеными степенями, большим управленческим опытом. И, конечно же, от многих из них ты получил что-то новое. Мы проводили взаимную оценку, и нужно было выделить троих из девяти. И я очень долго над этим думала. И вот каждый может. Для меня это так. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, встречаясь с участниками конкурса, отметил, очень важно оказаться в нужное время, в нужном месте, рядом с нужным человеком. Площадка конкурса – то самое место. Какие конкретные задачи решали конкурсанты – большая тайна. Впереди финалы в других федеральных округах, поэтому тематика под секретом, чтобы создать равные условия для всех участников. Победители со всей России соберутся в следующем году в Москве на суперфинале лидеров России. Ямал-столицы будут представлять. Елена Ярошенко – сотрудник банка, занимается сопровождением зарплатных проектов крупных ямальских компаний. Виктор Шапаускас – гендиректор Ямал-Автодора. Под его руководством в округе создается единый дорожный оператор. Никита Чигин курировал ключевые инвестиционные проекты в Департаменте имущественных отношений. Восторг! Мы победили! Да! Да. Фух! Мы знали, что победим. Но, говорят все участники конкурса «Лидеры России», победа здесь не главное. Участие дает колоссальный опыт, новые навыки и друзей. Те знания, которые я получил здесь, буквально за полтора дня работы, я бы обрел в течение лет нескольких. То есть очень интенсивно, очень плотные знания, и я понял, что я тоже чего-то могу и что-то умею. В этом году лидерам России пять лет. За это время в нем приняли участие более пяти с половиной тысяч ямальцев. Денис Новиков, Дмитрий Ельпин. Специально для программы «Время Ямала» Екатеринбург.